друзья всем привет вторая часть нашего увлекательного сериала по поводу исправления допущенных ошибок значит вот пол наш в общем короче тут так скажем двоякое у меня впечатление сложилось от ситуации с одной стороны доски трухлявые с другой стороны не хоть и трухлявые но вполне несут нагрузку на них возложенную до виде моего веса там или тем более веса птицы в общем короче говоря здесь пораздумывал я и пришел к выводу что мне даже будет интересно что насколько долго прослужит такой пол находящийся в таком плачевном состоянии и в общем даже я не стал жалко мне стало 150 доски чтобы вот параллельно пустить туда же с этой полностью нашел я ненужный кусок пятиметровой сотки даже она не сотка на 90 миллиметров вложил в трухлявую вот эту вот балку выпилив предварительно кусок и сбоку еще шину наложил вот на такую длину насколько мне хватило я тут даже не до конца ну попрыгал на ней все вроде держится нормально здесь тоже я хотел сначала вырезать потом думаю давай как побыстрее а побыстрее оказалось вот еще тоже коротыш такой у меня был я его сбоку пришуропил и на несколько гвоздях закрепил вот почистил значит я как мог вот это все хозяйство металлической щеткой сейчас я хочу все это обрызгать медным купоросом от грибка дальше я просыплю прям пушонкой вот так вот и и припудрю всю эту систему балочную вместе черновым полом и значит сюда вот как я говорил я набью рейку из дюймовки чтобы сравняться вот с уровнем вот это вот окантовки и уже сверху положим листу избе 18 так вот чуть-чуть закрепим никуда он тут не денется смысла нету сильно крепить как я до этого крепил потому что все равно рано или поздно придется снимать но я говорю как эксперимент я хочу для себя выяснить насколько вот долго может послужить такое вот ужасное дерево до которая я загубил и возможность замены пола у меня здесь присутствует я как бы успокоился но единственно что моя работа да ну кто свою работу как говорится из нас считает вот ну в общем все продолжаем так ну вот мы пробрызгали наши балки и черновой пол медным купоросом значит развел я 200 грамм не было два пакетика можно было и больше конечно развести больше концентрацию сделать но в общем 200 грамм на 5 литров я развел и все пробрызгал все ждем мы когда это все высохнет брызгал я значит вот этим поливизатором и не забывайте о средствах защиты индивидуально это хотя бы респиратор очки перчатки вот но я ограничился респиратором так все забыл сказать значит важную вещь что на обработку медным купоросом вот этого хозяйства всего меня натолкнул комментарий одного из наших зрителей спасибо ему большое действительно подумал почему бы нет вот и еще я купил значит известь гашеную и так вот при посыплю припудрю все это дело известью ну на всякий случай так вот еще хотел показать вам элемент доски которые мы вырезать вырезали вот балка да у нас была самая такая самая плачевная значит вот здесь все спрело видно да и вот в принципе смотрите вот где я сделал рез но это чуть ниже середины получилось она в принципе вот вся целая вот старца можем увидеть повреждение только вот здесь вот сверху с другого конца с посмотрим с другого вот видите да то есть не так страшно все выглядит поражение вот такой скажем здесь крайне только части доски и я ее хотел покомпактнее сломать ну чтобы там убрать куда-то для использования в печи и у меня не получилось она сейчас хрустнула уже но это уже после четырех попыток моих короче не буду я тут заниматься ерундой на общем увидеть что довольно таки ну сохранила свою несущую способность так что я думаю нормально все будет работать ничего страшного еще прослужит какое-то время думаю что продолжительное и оставляем и сейчас это все на просушку где-то на сутки минимум а там посмотрим уже кур пришлось заблокировать выгуле потому что они загаживают все это дело я все вычислил пропылесосил и мы их пока вот разместили на улице там сделали вот импровизированное гнездо из коробки картонный надеюсь что они потом начнут заново нестись в положенные им места но на крайняк если что мы их запрем в курятнике там на сутки я думаю что у них нормализуется ориентация где нужно яйца откладывать так что вот ждем когда все подсохнет и продолжим дальше а продолжим мы вот с помощью вот этого материала дюймовки сотки и значит вот хочу вот эти огрызки использовать на балку которую меня 100 на 150 то есть там просто для толщины там нагрузки никакой не будет нести вот эта доска поэтому я наберу наверное вот так вот прям на балку и куски использую и материал не буду лишний хороший зря хороший материал не буду тратить вот так вот на кулачу для толщины пойдет и на это уже ляжет лист в избишки прошло более трех суток с момента обработки медным купоросом нашего чернового пола и балок сейчас я вот наколотил обрезки всякие да какие вот нашел собрал дюймовки сюда набил вот так ну для того чтобы сравнять уровень балок вот с этой полкой я уже объяснял значит здесь вроде бы так все подсохло нормально хотел сутки дать на просушку но понял что мало общем трое подождал суток сейчас значит я сюда рассыплю при пушу это все хозяйство известью гашеной и в общем поразмыслив я решил все-таки применить вот на подкладку вот сюда вода чтобы значит предотвратить высыпание опилок через вот эти вот щели я хотел сначала ветрозащиту мембрану сюда поселить но потом подумал что дать ка я все-таки сюда более такой материал скажем деревообработки по свойствам похожий на свойства опилок и деревянных балок я сюда решил постелить бумагу строительную вот у меня есть у меня вот есть такой рулон строительной плотной бумаги и соответственно думаю дай-ка я ее сюда все-таки применю посмотрю как она будет бумага как впитывает влагу также ее и неплохо отдает но по крайней мере не так кажется надеюсь что решение я принимаю правильно вот так что сейчас значит мы при пушим это дело все известью дальше нарезаем бумагу если ее не хватит вот сюда я вообще класть не буду где у меня отсутствует щели вот если хватит положу и будем таскать опилки сюда засыпать так вот смотрите значит припудрение вот такое мы производим с помощью дуршлака или дуршлака если просто народе значит насыпаем сюда известь строительную гашеную и вот таким вот образом держа одной рукой я постукиваю это припудривание как бы боковые соответственно вот эти стороны балок остаются без извести но это так скажем больше для самоуспокоения можно было их намазать развести извести с водой и кисточкой намазать но это опять нужно время что все высохло у меня нет просто столько времени я думаю все нормально будет все как бы вот с помощью такого нехитрого приспособления соответственно желательно применять средства защиты мы вот это дело сейчас быстренько обработаем и продолжим дальше свою деятельность здесь значит я прикину как у меня листы будут располагаться в общем получается что на этом месте у порога кончается целиком или 125 к по ширине до у избежки и вот здесь у меня получается небольшой кусочек полоска такая как бы полоска может пойти на излом когда я буду наступать вот здесь у порога там-то вот я наступать не смогу и не буду там гнезда находятся и на сестре туда никогда и не залезал вот а вот здесь получается что если я просто оставлю вот на этот буртик такую полоску избежки возможно вот здесь вот он отломится и провалится поэтому решил я сюда вот так распереть между черновым полом и вот этим порожком доску кусок доски 150 ки и под нее значит вот там положил кусок экструзии тоже 150 кусок вырезал чтобы не было у меня пространство и не было мостика холода в этом месте а уже здесь вот будет все заполнены опилками и стружкой вот такой вот небольшой подстраховочный брусок я сюда добавил чтобы если сюда ногой наступать у меня не провалился и то же самое я сделал вот с этой стороны но здесь уже без куска утеплителя обошлось потому что как раз сюда он и под этот козырек встает плотно к старой балке начал засыпать опилки сначала вот середину и где хожу чтобы прижался лист бумаги подложенной и опилка если просыпается у меня с лопаты то падала сразу как положено вот и в общем короче говоря что-то я думал опилки сухой у меня много а по факту ее мало вот куча-то большая опилок но как оказалось бестолковой потому что рекламного баннера у меня свободного нет вот эти тенты они по прошествии совсем небольшого времени начинают пропускать воду хотя здесь два слоя два тента до меня было задействовано но оказалось что опилка-то меня здесь сырая сухая она только вот середина если снизу выгребать кучи вот отсюда вот я выгребаю рукой и уже в тачку гружу лопатой вот ну работы прибавилось у нас тут неожиданно придется вот этот все снимать в сторону ковырять до сухой опи агенда сухого опила и его только забирать ну ладно хоть столько есть и то хорошо ну вот так вот пришлось взорвать эту кучу опилок в поисках сухих несколько нор я нарыл вот три норы конкретного где были более менее сухие опилки а это все такое уже намокшие от дождей я сейчас это все в сторону отбросил наверное часть сейчас расфасую по мешкам и уберу под навес а часть оставлю здесь под этими тентами потому как все это за раз мне не упаковать место не хватит для хранения так ну вот основное помещение засыпал я сухие опилки хватило мне сюда все это дело на все это дело а вот сюда пришлось немножко вот вверх я вот так вот кучкой насыпал здесь такие уже но немного сыроватые не то что прям сырые но влажновато немножко их поэтому так оставил еще мешок заполнил на подсыпку тоже там подсохнут они сверху я их уже сюда досыплю постоит у меня вот так это все хозяйство я думаю недельку чтобы они у меня здесь немножко начата влагу отдали атмосфере а дальше уже будем закрывать а здесь в принципе я могу и закрывать но тоже на самом деле оставлю на какое-то время для удаления возможной влаги и сверху я присыплю также известью ну просто чтобы было как говорится известь у меня есть я купил запасом она недорогая так припудрю еще сверху эти опилки и без всяких пленок уже мы положим на эти балки usb 18 миллиметров но покажу я не зря а топором по стропилам стучал я сосновые меды изведал на вкус потому и смеяться и жить не устал и плечо под тяжелый торопится брус потому и смеяться и жить не устал и плечо под тяжелый как все завести это отдельная история а история как развернуть и уложить вот так поперек уже при имеющихся стенах это вообще представление целое но нам удалось первый лист положить вот так по диагонали разворачивали поднимали от края ручка мешает вот это мешает но открутить и дверь мешает заняться я дверь мешает короче еле-еле ее сюда развернули не его ли только доченька помогает дочек вы неправильно делаете говорит заносить этот края выше выше давай давай мама двигай прораб похоже пришлось все открутить вот здесь вот по поилке кормушки такая вот штанга для держалка для емкости кронштейн и вот такая штанга для поилок ниппельных сашка может их и не перекручивать может они прикручены не пользуемся пользуемся курятники в этом поилка наверное не будем да ничего и смотри под ними видишь здесь вот грязь плесень или грязь не продувалась скажи шашку бомбахать обработаем я не знаю я у меня есть йодная а серная есть давай серный бабах пока никого нет здесь только надо этих убрать товарищи то они сами уберутся ладно пересадим их тогда временно и может быть да и серный бомбанил чё во все щели немножечко сайт а если смысл под адрес видом обработать серный убивает все или нет но по идее серная должна дезинфицировать все и хороша она тем что она проникает самый маленький щеладу инструкцию почитаем а так как мы перестраховщики мы сделаем и то и другое и ржаную коврику на крепком столе я приемлю как дар из редчайших даров и люблю по-веселой пройтись о земле грязноватой походкой больших мастеров и любую по веселой пройтись о земле грязноватой походкой больших мастеров И опять под рукою балан запоёт И натянется шнур, отбивая черту И растут наши избы крыльцом на восток И гремят флюгера на высоком ветру И растут наши избы лицом на восход И гремят флюгера на высоком ветру И грачина смолистый, садясь чистоком Молодцам салютуют крыло вороны И разносятся запахи солнечных смол И расходятся меды по жилам моим И разносятся запахи солнечных смол И расходятся меды по жилам моим Если нужно сделать ровный рез, принципиальный, идеальный рез То крепится правило Наструбцина с двух сторон длинная И вы ведёте циркулярку в подошве по правилу То там определённый расчёт нужно сделать На ширину этой части подошвы Ну в общем, короче говоря, здесь мне не важно Прямо идеально ровный рез не нужен Поэтому я делаю вот так вот по направляющей на циркулярке Так, этот кусок предбанник Сейчас мы ещё вот здесь обрежем его И устанавливать его будем позже Когда здесь опилки подсохнут И весёлый паромщик зовёт на причал На костёр На углу Под напеселенный куст Потому и смеяться и жить не устал И плечо под тяжёлый Торопится брус Потому и смеяться и петь не устал И душа под тяжёлый Торопится груз Всё подготовили, укладываем Так, ну вот, в общем, уложил листы Компенсационные зазоры сделал По периметру между листами Закрепил только вот я Здесь, где стыкуются два листа И возле торцевых стен Всё, середину я не стал крепить Даже тут на балках просто лежит По своим весам Ну, не вижу смысла Ладно, здесь курятник как бы Не дом Неважно А то снимать я Замучился предыдущие листы Короче говоря Если вдруг понадобится Открутил несколько штук Несколько саморезов И вынес отсюда всё это хозяйство Всё, сейчас буду посыпать ещё раз Прямо по этим листам известью И на известь буду класть линолеум Сейчас покажу Так, вот старый линолеум Не очень подходит, конечно, он туда Так как с ворсом Но, в общем, другого нет И поэтому будем укладывать обратно этот Всё, я его просушил Всё сухое Ещё раз Сейчас я посыплю там известью Прямо на листы И положу его Чтобы, если вдруг что-то Здесь вот ничего не прел На этом ворсе Не знаю, из чего Это советский ещё линолеум Виден какой-то здесь натуральный ещё материал Ну вот, друзья Наше мероприятие По замене сырых опилок В перекрытии пола Курятника для несушек Завершено Мы уложили линолеум Который здесь был ранее Закрепили его металлической полосой Ржавой Которая здесь также лежала До этого И хочу сказать Что вот здесь Эти два Куска линолеум Между собой Были промазаны силиконом И при демонтаже При монтаже Даже не разъехался Этот шов То есть Силикон Намертво, можно сказать Склеил два этих Куска линолеума Я просто Прикрутил сверху ещё Планку Как она здесь и была Осталось мне здесь Вот поставить Подпорку Под центр Насеста Подрезав её Предварительно на 18 Миллиметров На Величину Увеличение Толщины пола За счёт УСБ И всё На этом Линолеум Немного сборится Увеличил свои Линейные размеры Ничего страшного Это не в квартире Как говорится Здесь у вас Установили Мономесто Плинтус Порожек Алюминиевый В предбаннике Я также положил Кусок линолеума Который был здесь Ранее Единственное Что он ещё у меня Не подсох Я его сушу Сделаю это В ближайшем Времени А пилки Которые были Засыпаны Здесь Вот в этом Предбаннике Немного влажные Высохли Я их Ворошил Периодически В течение Трёх дней Где-то Досыпал сухие И уложил Здесь кусок У избишки Всё Сверху Даже я не стал Крепить её нигде Здесь она В распор Между стенами Нет необходимости Вот Всё Как бы на этом Сейчас мы Будем Здесь всё Выносить Мыть Чистить Готовиться К зиме Короче говоря Вот Но Это мы покажем Уже В другом ролике На этом всё Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Или дизлайки Всем всего хорошего Всем пока